Здравствуйте, меня зовут Севастьян Адынский и сегодня на уроке физики мы с вами рассмотрим, что такое электрический заряд, рассмотрим закон сохранения электрического заряда, рассмотрим закон кулона и познакомимся с каким образом необходимо складывать электрические силы. Итак, для начала вспомним, что такое электризация. Электризация это тело, которое после натирания приобретает способность притягивать другие тела. Вот как раз таки вследствие этого процесса данное тело становится наэлектризованным, то есть обладает каким-то определенным зарядом. В результате наэлектризованности у нас образуются электромагнитные силы. Это силы, которые обусловлены наличием тел, наличие у тел электрического заряда. Но раньше не вводили такое понятие как заряд, это в дальнейшем оно появилось, понятие которое мы сейчас используем, то есть такое понятие как заряд. Что такое электрический заряд? Это характеристика тела, определяющая интенсивность электромагнитного взаимодействия этого тела с другими телами. То есть данный показатель будет показывать то, как взаимодействует данное тело с другими телами и будет как раз таки зависеть все это от электрического заряда. Электрический заряд мы обозначаем маленькой буквой Q и измеряем в кулонах, как раз таки в честь Шарля Кулона, как раз таки кто и производил эксперимент, о котором мы в дальнейшем с вами поговорим, и позволил определить такую физическую величину как электрический заряд. Но необходимо вас познакомить с выводами Шарля Дюфе. В чем заключается его выводы? Первый. Существует два вида электрических зарядов. Мы сейчас уже с вами знаем, что существует плюс и минус. Еще, что между двумя покоящимся относительно данной инерциальной системы отчета телами имеющие заряд одного и того же знака действуют электрические силы отталкивания, а между телами имеющиеся разные заряды будет электрическая сила притяжения. Это вот второй вывод Дюфе. Мы с ними уже знакомились уже в восьмом классе и давайте визуализируем как раз таки эти выводы, что у нас существует два заряда плюс-минус, если мы рассматриваем пару зарядов одного знака, которые мы называем одноименными, они будут отталкиваться. Но если мы рассматриваем пару зарядов, которые имеют разные знаки, они называются разноименные и в этом случае они будут притягиваться. Также нам необходимо понимать, что такое свободные электроны. Электроны, вы уже из других классов знаете, что это заряд, который имеет определенное значение и электроны у нас заряжены отрицательно. Свободные электроны это электроны, которые покинули свое место в атоме и свободно движутся по всему объему вещества из-за слабого взаимодействия с ядром. То есть это те электроны, которые слабо притягиваются к ядру. И как раз таки в будущем мы будем говорить о том, что свободные электроны способствуют протеканию электричества в проводе. Вот здесь вот мы как раз таки видим приблизительную схему, то есть модель свободных электронов. У нас есть в узлах это атомы и вот маленькие частицы, которые двигаются хаотично, это будет как раз таки свободными электронами. Здесь мы рассматриваем структуру металла, потому что твердое тело, кристаллическая решетка и вот отделившийся свободный электрон, который находится так сказать свободным плаванием. Далее. Свободные электроны чаще всего мы будем встречать их в твердых телах, а точнее в металлах. Именно поэтому металлы являются проводниками типа электрического тока. Что называют проводниками? Это тела, изготовленные из вещества, в которых имеются свободные носители заряда, то есть свободные электроны. И также еще есть обратные вещества, это диэлектрики. Вещества, в которых нет свободных носителей заряда. И именно поэтому диэлектрики не проводят электрический ток. Каким образом мы можем определить, есть заряд, нет заряда у того или иного тела? С помощью такого прибора, как электроскоп. Это прибор для определения наличия у тел электростатического заряда. Он состоит из лепестков, которые находятся как раз таки внизу. И в зависимости от того, будут они притягиваться или отталкиваться, мы можем определить наличие того или иного заряда, плюса или минуса. За счет чего происходит это? За счет того, что мы подносим какое-то заряженное тело к электроскопу, происходит поляризация. То есть, если у нас палочка положительно заряжена, электроны отрицательно заряжены частицы, будут притягиваться к положительному телу, то есть положительно заряженному телу. А плюсы будут смещаться на другой конец электроскопа, как раз таки на лепестки. И мы будем наблюдать как раз таки отталкивания этих лепестков. Вот мы видим, что плюсы у нас скопились в другом конце электроскопа. Что еще очень похоже на электроскоп? Это электрометр. Здесь уже тот же приблизительно сам прибор, но здесь у нас не лепестки, а стрелочка, которая отклоняется. Если мы подносим палочку к электрометру, то стрелка будет отклоняться и показывать величину, как бы приблизительную величину заряда, который мы как раз таки... какой заряд есть у этого тела, который мы поднесли к электрометру. Теперь, с помощью электрометра можно произвести определенный эксперимент. Каким образом? На первой картинке мы можем видеть, что один электрометр у нас заряжен слева, а справа электрометр не заряжен. Стрелка не отклонена. Если мы соединяем с помощью диэлектрика эти два электрометра, то они распределяют заряд между собой и имеют одинаковый заряд. Как мы можем видеть, во втором случае у нас произошло отклонение и второго электрометра, а первый электрометр уменьшил свой заряд. Это как раз таки эксперимент по распределению заряда или же делению заряда. Здесь необходимо сказать о законе сохранения электрического заряда. В чем он заключается? Что алгебраическая сумма электрических зарядов системы тел остается неизменной, если в нее нет прихода заряда извне и из нее не уходит заряд. То есть, если мы рассматриваем какую-то систему, то количество зарядов, которые есть в этой системе, оно постоянное, если не подается извне дополнительные какие-то заряды. И то есть, вот в виде формулы закон сохранения заряда мы можем записать таким образом. Q1, Q2, Q3, все это складываем и эта величина будет постоянной. Константы это показывают, что эта сумма будет постоянной. теперь давайте рассмотрим эксперимент Кулона. В чем заключается этот эксперимент? Этот эксперимент заключается в том, что Кулон использовал крутильные весы, как они выглядят. Смотрите, у нас есть шар, шарик B и есть шарик A, который близко расположен к B и он может двигаться за счет рычага. И чтобы шарик A был приблизительно одной плоскости с шариком B, к шарику A с помощью рычага прикреплен противовес шарик C. Если мы заряжаем шарики A и B одинаково, то они будут впоследствии отталкиваться. То есть B у нас закреплен, значит шарик A будет отталкиваться от него и отдаляться от шарика B. они отталкиваются. В результате что происходит? Механизм откручивается, ну то есть раскручивается, закручивается тот механизм, на котором висит как раз таки шары A и C. То есть происходит закручивание проволоки. И за счет угла закручивания этой проволоки можно определить то, как сильно взаимодействуют между собой одинаково заряженные шары B и A. То есть вот этот шарик у нас будет отталкиваться и рядом вы можете увидеть штриховую линию. Эта штриховая линия позволяет определить, на какое расстояние шарик A отдалился. То есть определять расстояние, на какое расстояние взаимодействие прекращается. Вот как раз таки здесь говорится о том, что на корпусе изображается шкала, по которой мы оцениваем расстояние. Далее после определенного эксперимента измерения шарик B разряжают и шарик A разряжают, но наполовину. Почему? Потому что его соединяет с шариком B. И снова. То есть произошло распределение заряда. Тот заряд, который был у шарика A, он распределился и на B и на A. И тоже мы можем измерить, на какое расстояние будет отдаляться шарик A. Этот эксперимент повторяли, то есть опять же разряжали шарик B, опять соединяли и опять заряд делился пополам и так далее. То есть заряд уменьшали и уменьшали в два раза и измеряли, каким образом будет отдаляться шарик A. И вследствие таких измерений, такого эксперимента Кулон экспериментально исследовал зависимость взаимодействия шариков, заряды которых различались в известное число раз. То есть он узнал, каким образом происходит разделение этого заряда. И вот эти итоги, эти наблюдения позволили сформулировать закон взаимодействия точных зарядов. Как он был сформулирован? Что два точных неподвижных заряда находятся в вакууме, взаимодействуют между собой силой, модуль которой прямо пропорционален произведению модулей этих зарядов и обратно пропорционален квадрату расстояния между ними. Это как раз таки формулировка закона позволила как раз таки вывести формулу, благодаря которой можно посчитать силу взаимодействия. Вот данная формула, как раз таки эта формула показывает с какой силой взаимодействует два заряда. q1, q2 по модулю это величины зарядов двух шариков. r в квадрате это расстояние в квадрате между этими шариками. qk это коэффициент пропорциональности. Данный коэффициент пропорциональности имеет величину 9 на 10 в девятой степени ньютон умноженный на метр в квадрате поделенный на кулон в квадрате. Это величина постоянная, это величина табличная. Поэтому вы можете брать эту величину из таблицы постоянных величин. Далее, если у нас присутствует сила взаимодействия, то любая сила должна иметь направление, потому что это сила, это векторная величина. Силы взаимодействия направлены вдоль прямой, соединяющей эти заряды, и являются силами притяжения, если заряды имеют разные знаки, то есть разноименные, или же если случай у нас с одноименными зарядами, то эта сила будет показывать силу отталкивания. То есть эта сила будет направлена вдоль прямой, если мы соединим прямой линией два этих зарядов. Теперь мы здесь наблюдаем взаимодействие зарядов. В первом случае у нас два положительных заряда, и они будут отталкиваться. Во втором случае два отрицательных заряда, и они тоже будут отталкиваться. Но в случае три мы наблюдаем разноименные заряды, и они притягиваются. Силу, с которой притягиваются эти два заряда, мы можем определить как раз таки по закону Кулона, который как раз таки показывает силу электромагнитного взаимодействия. Но если у нас, допустим, несколько взаимодействующих зарядов, то мы должны пользоваться суммой сложения сил, которые действуют на тот или иной заряд. Рассмотрим принцип суперпозиции. Если у нас на точечный заряд Q одновременно действует несколько других зарядов, которые рядом находятся, то суммарная сила F их взаимодействия равна сумме сил F1, F2 и так далее. В зависимости от того, сколько зарядов вокруг этого нашего заряда находится. То есть каждый из зарядов будет действовать на наш выбранный заряд, и все эти силы нам необходимы с помощью правила сложения векторов сложить. Каким образом это будет графически выглядеть? Вот, допустим, в центре у нас есть какой-то наш заряд Q маленькая, и вокруг есть заряды Q1, Q2, Q3 и так далее. Каждый из этих зарядов будет действовать на наш центральный заряд, и будет образовываться сила электромагнитного взаимодействия. Вот здесь вот мы как раз таки, пользуясь той формулой взаимодействия Кулона, мы посчитаем каждую силу, мы можем определить ее численно, и если мы сложим все эти вектора, которые обозначены синими стрелочками, мы получим какую-то силу результирующую. Она как раз таки и будет описывать суммарную силу всех сил, которые действуют по отдельности на каждый заряд. Итак, давайте повторим, что мы с вами сегодня изучили. Мы с вами рассмотрели, что такое электрический заряд, рассмотрели закон сохранения электрического заряда, и также рассмотрели закон Кулона. И опираясь на закон Кулона, мы рассмотрели, каким образом необходимо складывать электрические силы, если у нас вокруг определенного заряда есть другие заряды, которые будут действовать с определенной электрической силой. Всем спасибо. До встречи на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok